Пенсионный возраст казахстанских женщин закрепили на уровне 61 года. Запланированное ранее повышение приостановили на 5 лет. Соответствующий закон подписал президент Казахстана. В нем содержатся и другие поправки. Детально об этих изменениях мы поговорим с директором Департамента социального обеспечения и соцстрахования Министерства труда и социальной защиты населения Бахат Каликеновы. Бахат, здравствуйте. До принятия этого закона пенсионный возраст казахстанских женщин с 2018 ежегодно увеличивали. И в 2027 он должен был достичь 63 лет. Это вызывало немало споров и обсуждений. С нового года вступает в силу мораторий. С какими факторами в первую очередь вы связываете это решение? Здравствуйте. Да, со следующего года пенсионный возраст будет зафиксирован на уровне 51 год. И это будет на протяжении 5 лет. Данная мера была принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье наших граждан, а также на продолжительность жизни в целом. В течение 5 лет последующих будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. В том числе будет особое внимание уделено медицинам сельских округов, а также будут расширены сети революционных центров для восстановления и поддержки здоровья наших граждан. Обсуждался ли в правительстве вопрос снижения пенсионного возраста женщин до 58 лет и могут ли пересмотреть пенсионный возраст мужчин в Казахстане? Как вы правильно заметили, уже с 2018 года у нас в Казахстане происходит поэтапное повышение пенсионного возраста женщин. На текущий момент пенсионный возраст учителяет 60,5 лет, в следующем году 61 год. То есть это уже нормы действующего нашего Кандеса, 61 год. В связи с чем мы зафиксировали планку пенсионного возраста на 61 год. Что касается пенсионного возраста мужчин, то у них, как у женщин, поэтапного повышения не происходило с 2018 года. Пенсионный возраст был и составляет на сегодняшний день 63 года. После моратория, через 5 лет, этот вопрос будут наверняка пересматривать. Есть основания предполагать, что снижение все-таки произойдет? Да, конечно. В 28 году, по течение 5-летнего моратория, данным вопросом мы снова придем к рассмотрению. То есть мы будем уже смотреть на состояние здоровья наших граждан, как оно улучшилось, восстановилось ли после ковида. На продолжительность жизни и, в целом, на пенсионную систему. К этому вопросу мы придем и будем рассматривать. Давайте поговорим о тех, кто в силу своей профессии испытывает большую нагрузку по работе и должен выходить на пенсию раньше. У кого есть сейчас такое право и что предполагается изменить? На сегодняшний день в рамках действующего законодательства они имеют право заключения пенсионного аннуитета в возрасте 50 лет. То есть с этого возраста они могут получать пенсионные выплаты из единого капитала пенсионного фонда при достаточности объема пенсионных накоплений. Именно для этих лиц были введены обязательные профессиональные пенсионные отрабатыватели в размере 5%. На сегодняшний день уже 2,5 тысячи наших граждан, лиц, работающих в вредных условиях труда, заключили данный пенсионный аннуитет и получают пенсионные выплаты в возрасте 50 лет. При этом здесь, наверное, хотелось бы отметить, что в настоящее время данный вопрос, то есть вопрос пенсионного обеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, он рассматривается в рамках созданной рабочей группы при Министерстве труда, куда входят представители все заинтересованных государственных органов, а также сами шахтеры и их представители профсоюзы. Итоги проведенной работы будут представлены главе государства в начале следующего года. Вот со следующего года в силу вступают и другие изменения в части выплат по уходу за ребенком и увеличение минимальной базовой пенсии. Расскажите подробнее об этом. Да, со следующего года, то есть в рамках проекта закона о молодежной политике и социальном обеспечении, который глава государства недавно подписал, кроме приостановления повышения пенсионного возраста, предусмотрен ряд мер. Как было озвучено в послании главы государства, одна из таких мер это поэтапное повышение базовой пенсии. Повышение минимального размера базовой пенсии с 34% до 70% и максимального размера от 100% до 120%. Данное повышение, оно будет происходить поэтапно в течение 5 лет. Ежегодно в среднем повышение будет стоять порядка 13% и оно коснется всех наших пенсионеров, как новых, так и состоявшихся. То есть их порядка 2,2 миллиона пенсионеров. Еще одной мерой это является повышение максимального ограничения дохода для назначения солидарной пенсии. Сегодня, как вы знаете, для назначения солидарной пенсии принимается внимание трудовой стаж на 1 января 1998 года и заработная плата за последние 3 года. Вот как раз таки среднемесячный доход сегодня, если он у нас ограничивается размером 46 МРП, то со следующего года данное ограничение повысится до 55 МРП, что также повлияет на размеры пенсионных выплат. И еще одно из новшеств, это, конечно, увеличение выплат с одного года до полутора лет по уходу за ребенком. Это касается как неработающих граждан, так и работающих. Работающие граждане у нас получают социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. То есть их период будет продлен еще на полгода. Бахат, спасибо вам за информацию.